Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологии цветных революций. Об этом рассказал президент на встрече с активом местной вертикали. Маневры НАТО возле наших границ, попытки раскачать белорусское общество и в целом обсуждение актуальных вопросов общественно-политической обстановки. Таков лейтмотив большого заседания. Александр Лукашенко отметил, что такой разговор важен и должен стать хорошей традицией. Ведь в одном месте собираются люди со всей страны со своими предложениями, заботами и видением будущего Беларуси. Сегодня актив не только свиряет часы, но и определяет дальнейшую стратегию работы в новых для нашей страны экономических реалиях. В условиях пандемии Беларусь научилась жить и, надо сказать, удачнее многих государств. Теперь вот новый вызов – санкционный маятник отдельных стран Запада. И в целом давление на нашу страну, ведь гибридная атака на Минск продолжается. Первый уверен, проверять на прочность будут во всех сферах. Почему на Западе, допустим, к нам так относятся? Ну, будем откровенны, и на Востоке очень много людей, которые нас плохо воспринимают, а некоторые вообще на дух не переносят. Дело не в деталях. Дело в том курсе, который мы проводим. Но при любых интересах внешних игроков, развязанная ими битва – это битва за ценности. Наши ценности, которые не вписываются в системе глобалистского мироустройства, потому что противоречит и мешает целям тех, кто в этой системе намерен доминировать. В отличие от нас, белорусов, как и большинства народов мира. Ведь что не нравится на самом деле, я бы даже сказал, раздражает, то, что белорусы являются хранителями мира, христианских традиций, ну и, откровенно скажем, здорового консерватизма. Что мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства. Всего того, что делает нас, как и любое другое государство, суверенным, независимым. И особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий так называемых цветных революций. Мы им здорово помогли в этих, этим шарпам, или как там журналисты их называют, в этих цветных революциях. Сейчас, на примере Беларуси, это испытав, они доработали свои концепции и свои теории и практики. Они поняли, что при определенных условиях, например, как в Беларуси, их план не срабатывает. Значит, надо что-то добавлять. Уже исходя из этого опыта, вы посмотрите, я об этом ниже скажу. И не разу уже говорил, что мы выстояли, испытав на себя воздействие семи или даже восьми этапов этого плана, практического плана цветных революций. И, наверное, даже у этого деятеля не все это было прописано. Им уже пришлось на примере Беларуси, на опыте Беларуси, что-то добавлять. Может, было пять этапов, а мы уже преодолели семь или восемь. И они видят, что это же еще не конец. Надо что-то добавлять. Это не значит, что они будут добавлять что-то новое. Нет, они возьмут из старого арсенала, но вплетут в концепцию цветных революций. То есть мы им помогли. Опыт Беларуси им поможет доработать ту концепцию, которую они создавали теоретически. А сейчас на практике. Отметил президент и проект новой конституции, назвав его концептом будущего Беларуси. Которое, впрочем, возможно через обеспечение безопасности, порядка и нацеленности на устойчивое созидание. Важный месседж первого не только для местной вертикали, но и белорусского народа в целом. Только единым курсом страна способна развиваться и политически, и экономически. И безопасность обеспечит государство. В Звыли мы проводим тут с Россией совместное учение. По меньшей мере смешно это все слышать. Сколько учений они привели у наших границ. Они нас критикуют. Вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, ну мы же не паримся по поводу того, что они создали этих баз. У нас кучу на западных границах и дальше от нашей границы в Западной Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете, какие это претензии в этом плане. Ну а самое главное, чтобы вы понимали, никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях. Но я вам должен сказать откровенно, если нужно будет для безопасности в союзном государстве, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России, разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений, они будут размещены незамедлительно. Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Сейчас в этом нет никакой необходимости. У нас достаточно крепкая, сплоченная, компактная. 65 тысяч сколько у нас примерно? 65 тысяч вооруженные силы, не считая территориалов. Мы можем в нужный момент наша организованная власть и страна, стержнем которой является вертикалью власти, отмобилизовать в короткий промежуток времени, если нужно за месяц, 500 тысяч человек поставить под ружье. А это уже сила. Конечно, президент и актив обсудили и другие вопросы. Белорусский лидер отметил, что в нашей стране созданы все условия для успешной вакцинации. Поставил задачу Александру Лукашенко местным чиновникам активнее работать со СМИ, чтобы не допускать информационного вакуума. Также необходимо ускориться и с уборочной кампанией. Время на раскачку нет, как и право на ошибку. Страна должна выстоять. Подробности обстоятельной беседы с местной вертикалью в следующих выпусках новостей.